Здравствуйте, дорогие друзья, приветствуем вас на канале Buon Baby. Если вы еще на нас не подписаны, обязательно сделайте это прямо сейчас. Поставьте лайк, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А сегодня у нас на обзоре сразу четыре коляски JoyPact, iRX от Annex, Valka Baby Snap 4 и Hauk Rapid 4S. Сразу объясню, почему мы выбрали именно эти коляски. Ну, Valka Baby Snap 4 уже принято считать чуть ли не эталонной коляской. Здесь у нас появилась новинка от компании Annex долгожданная iRX. Плюс нам очень нравится JoyPact, а Hauk Rapid 4S – это немецкая коляска, которая напрямую конкурирует с Valka Baby, но при этом в полтора раза дешевле. И чтобы это видео не получилось на 8 часов, мы все эти четыре коляски будем сравнивать по десяти пунктам. А в конце вы увидите общую табличку, в которой мы сведем плюсы и минусы каждой из этих колясок. И вы сами сможете выбрать, какие пункты для вас важны, и таким образом выберите идеальную коляску именно для вас. Но первое, конечно, с чего начнем – это цена. Коляска JoyPact стоит около 11 тысяч, а iRX от Annex стоит 22 тысячи, Valka Baby Snap 4 стоит 19 тысяч и Hauk Rapid 4S стоит 14 тысяч. Из этой четверки самым легким будет Joy. Его вес – 6 килограммов. Следующий по весу, как ни удивительно, но будет Valka Baby 7,4. Дальше у нас идет iRX – он будет весить 8,7 килограммов. И самый тяжелый – это Hauk. Он будет весить 9,7 килограмма. Ну и, конечно, ваш малыш должен поместиться в эту коляску, поэтому поговорим о внутренних размерах. Сразу скажу, что коляска эта, эта и эта по ширине составляет 34 сантиметра, Annex будет на 2 сантиметра поуже – 32. Что касается длины – эти три коляски будут длину 87 сантиметров. У Joy будет покороче, длина лежачего места будет всего лишь 80 сантиметров. Далее давайте расскажу, как складываются эти коляски, сколько места они занимают в сложенном виде. Единственное, сразу оговорюсь, что, по нашему мнению, только Joy можно будет взять на борт самолета, потому что в сложенном виде она подходит под параметры, которые мы увидели на сайте Аэрофлота. Хотя производитель Annex заявляет, что ее тоже можно будет брать, мы не смогли добиться от нее таких компактных размеров, потому что по высоте она оказалась не 55, а почти 60 сантиметров, а по глубине не 25, а почти 30. Итак, чтобы сложить Joy, просто сдвигаем ручку, нажимаем на кнопку и все, и далее просто помогаем. Причем здесь у нас будет ручка, за которую можно будет переносить. И размеры этой коляски будут 54 на 55 на 23 сантиметра. Кстати, здесь еще будет лямочка, за которую можно будет вот таким вот образом взять и на плече переносить. Кроме того, в комплекте будет сумка, как раз багажная сумка, в которую эту коляску можно будет уложить и убрать набор самолета в полку. Чтобы сложить анекс, нажимаем на кнопочку, поворачиваем и все, толкаем ее вперед. Вот таким вот она образом складывается, вот таким вот образом можно ее поставить. Размеры у этой коляски будут даже с опущенной подножкой, ширина 49, высота 60 и глубина 30 сантиметров. Чтобы сложить валка Baby, складываем козырек, нажимаем на кнопку, нажимаем на фиксатор на раме и вот таким вот образом складываем. Здесь у нас будет резиновая ручка для переноски, здесь она фиксируется, чтобы не раскладывалась, она сможет стоять без помощи и ее размеры будут 76 на 40 на 53. Также у валка Baby будет лямка для переноски на плече. Ну и самая некомпактная из нашей четверки будет HowCrapid. Чтобы сложить, просто тяните лямочку, где сидит ребенок и тяните вверх. Вот таким вот образом она складывается, можно переносить или за бампер, или за ручку, за которую складывали. Здесь у нас есть фиксатор. Размеры в сложенном виде 80-54-40. Кстати, если разблокировать задние колеса, убрать с тормоза, то коляску можно вот таким вот образом за ручку катить за собой. Ну и конечно давайте расскажу, как разложить эти коляски. У Хаука будет фиксатор сбоку, оттягиваем, поднимаем ручку вверх. Все, сложили, выпрямили капюшон. Валка Бэби. У Валка Бэби будет фиксатор с внешней стороны, но с левой. Точно так же тянем за ручку, все, коляску сложили. Аннекс фиксируется сам по себе, просто тяните за ручку, все, разложили. И Джои. Все, коляска готова. Впереди лето, поэтому вопрос защиты от солнца очень актуален, в том числе для прогулочных колясок. Как вы видите, самый глубокий капюшон у нас будет у Хаука. Причем Хаук у нас имеет дополнительную секцию из сетки для проветривания. Кроме того, у нас здесь будет смотровое окошко. Дальше по глубине капюшона у нас будет с вами аннекс. Точно так же вот эта секция, она может быть закрыта на молнии, причем молния, она у нас сделана со светоотражающим эффектом. Здесь также у нас будет сетка для проветривания, а вот в этой задней части у нас будет окошко из силикона для присмотра за малышом. Козырьки Джои и Валка Бэби мы считаем, в принципе, одинаковыми. У обоих козырьков будет смотровое окошечко для присмотра за ребенком и для того, чтобы проветривать. Точно такое же окошко на липучке будет и у Джои. У всех четырех колясок кнопки нажимать не нужно, капюшон регулируется просто вашим усилием. Я специально сейчас покажу, как это делается, а вы послушайте, какие звуки они будут издавать. По нашему мнению, самый приятный звук издает Анекс, потом Джои, потом все-таки будет Хаук и на последнем месте по шуму будет Валка Бэби. Вопрос амортизации для прогулочных колясок не так важен, но тем не менее мы должны об этом сказать. Самая хорошая амортизация, как ни удивительно, будет у этих миниатюрных колясок, у Анекс и у Джои. У Валка Бэби амортизации нет совсем, у Хаука амортизация есть, но не такая хорошая, как у первых двух. Кстати, если говорить о защите Валка Бэби, то на зимний период можно купить комплект надувных колес, тогда амортизация будет действовать за счет как раз сжатия самого надувного колеса. Следующий пункт, про который мы поговорим, это удобство эксплуатации для мамы. Что мы сюда вкладываем? Это удобство управления, это регулировка ручки, это как реализованы тормоза и как реализована задняя ось. Джои, по нашему мнению, рулится очень хорошо. Кроме того, здесь есть возможность регулировки ручки в двух положениях и здесь нет задней оси. Таким образом, эта коляска будет удобна даже для высоких родителей, вы не будете спотыкаться об ось. Если говорить про аннекс, аннекс мы считаем из этой четверки рулится самым лучшим образом. Единственное, здесь будет ось, тормоз у нас сделан качелькой и ручка у нас не будет регулироваться по высоте. В Валка Бэби рулится также очень хорошо, единственное, здесь не будет регулироваться ручка по наклону, задняя ось здесь присутствует, тормоза сделаны удобным образом в виде качельки. Из этой четверки Халк, по нашему мнению, рулится хуже всего. Но зато здесь будет ручка сделана с возможностью регулировки, причем самый большой диапазон. Здесь тормоз будет по всей длине задней оси и, я не знаю, наверное, будет не очень удобно для высоких родителей. Кстати, из чего сделаны ручки? Понятно, это дело вкуса, но мы должны об этом сказать. У Халка у нас ручка будет резиновая, у Валка Бэби из неопрена, у Аннекса она будет из эко-кожи и у Джои также из неопрена. Коляска покупается все-таки для малыша, поэтому мы обязаны сказать об удобстве эксплуатации малышом и мамой. Итак, если говорить про Халк, Халк у нас имеет самое горизонтальное положение, у нас будет межпаховая перемычка. Единственное, чтобы снять бампер, его придется снять полностью целиком, а с одной стороны снять нельзя будет. Валка Бэби имеет почти горизонтальное положение спинки. Если желаете, то бампер можно снять или с одной стороны, или с обеих. По нашему мнению, у Аннекса самый удобный бампер. Мало того, что его можно будет отстегнуть только с одной стороны при желании, но понятно, можно и снять со всем. Кроме того, здесь есть шарнир, что бампер можно будет повернуть и опустить вниз, чтобы совсем не мешало самостоятельной посадке малыша. Как я уже сказал, у Джои самое небольшое лежачее место. И, кстати, по поводу наклона. Наклон здесь остается, наверное, самый большой, ну плюс-минус, как у Аннекса. Что касается бампера, бампер можно снять или с одной стороны, единственное, он будет сам по себе возвращаться обратно или снять целиком. На всех четырех колясках регулироваться будет не только спинка, кстати, спинка регулируется кулиской, но еще и подножки. Подножки регулируются двумя кнопками по бокам. По поводу комплектации. У Хаука в комплекте будет подстаканник, у Валка Бэби не будет ничего, у Аннекса также ничего не будет. Самая богатая комплектация будет у Джои. Будет в комплекте дождевик, будут адаптеры для установки автокресла и будет также транспортная сумка для того, чтобы коляску можно было упаковать и, допустим, или сдать в багаж или, наоборот, не сдавать в багаж, а просто взять на борт самолета. Далее давайте поговорим про универсальность. По нашему мнению, если говорить чисто о прогулочной коляске, то Валка Бэби будет самая универсальная, потому что она достаточно компактно складывается, плюс она действительно мало весит. Для такой полноценной коляски 74 кг это немного. Кроме того, в случае необходимости сюда можно будет установить автокресло и люльку для новорожденного, таким образом сделать коляску 2 в 1 или 3 в 1. Кроме того, можно будет докупить и надувные колеса. По диаметру они, конечно, будут такими же, но они добавят проходимости и мягкости хода, допустим, при эксплуатации зимой. Следующая, допустим, коляска Rapid 4S. В случае необходимости сюда также можно установить автокресло с рождения и люльку, таким образом это получится коляска 2 в 1 или 3 в 1. Кроме того, мы ее считаем достаточно универсальной, потому что, в принципе, если вы живете в городе, где чистят дороги, то ее можно использовать и зимой. Давайте поговорим теперь про эти две коляски. Ну, объективно, здесь самые маленькие колеса, поэтому зимой их эксплуатировать будет практически невозможно. Но Joy-Pact очень удобна для путешествий, потому что в случае необходимости она достаточно легкая, весит всего 6 килограммов и ее можно взять на борт самолета. По поводу Annex. На самом деле, по поводу компактности размеров, она недостаточно компактная, чтобы можно было ее взять на борт самолета, но, тем не менее, она достаточно компактная и ее можно будет взять в путешествие, если, допустим, сдать багаж. Единственное, помните, ее вес практически 9 килограммов, 8,7. Но здесь используются очень плотные материалы, поэтому даже в межсезонье в этой коляске, эту коляску точно не продует. Кроме того, напомню, что Annex лучше всех управляется, а это, конечно, очень важно при долгих прогулках, но, разумеется, летом, зимой она, понятно, не поедет. И обязательно посмотрите табличку в конце. Всю информацию, которую я сказал до этого, мы выразили в виде таблички. А вам желаем приятных прогулок и здоровых малышей. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok